Премьер-министр представила сегодня парламентариями общественности Белую книгу, посвященную жизни общества в период коронакризиса. С точки зрения Каекала, 36-страничный документ представляет собой программу организации общественной жизни в условиях распространения коронавируса. Он включает принципы принятия решений и необходимые действия для того, чтобы восстановить жизнь страны. Премьер напомнила, что общество живет в условиях коронакризиса уже более года. И настала пора вернуть в свои руки контроль над происходящим. К настоящему времени для этого есть все предпосылки. Об этом говорит и статистика. Количество позитивных тестов за минувшие сутки составило 757 или 16 процентов, из них 325 в Таллине. Количество коронапациентов в больницах уменьшилось до 621. Рекордом было 727. Мы предлагаем практическое и простое решение, которым будет управлять государство, но которое будет выработано в результате работы всего общества и при его ответственности. Мы сегодня начинаем дискуссию со всем обществом, прежде всего с фракциями парламента. Я знаю, что документ еще не изучен, он только что стал доступен всем. Он должен стать начальным пунктом обсуждения и во фракциях. Я хочу выслушать ваши предложения, мнения и учесть их при составлении итогового документа. Члены Риги Куку получили документ в дигитальном формате во время заседания, поэтому его подробные обсуждения впереди. В программе поставлено 6 целей. Это защита населения от заражения коронавирусом, обеспечение детей качественным образованием, смягчение влияния пандемии на экономику Эстонии и рынок труда, поддержка эстонской культуры, забота о душевном здоровье жителей и максимальные возможности для передвижения людей. К реализации этих целей Кайя Калас призывает приступить все общество. Правительство также предполагает, что в ситуациях, подобных нынешнему кризису, население не обязано следить за многочисленными цифровыми и специфическими показателями. Предполагается оставить 4 уровня угрозы – зеленый, желтый, оранжевый и красный. Степень кризиса с учетом разных факторов будет определять Совет. В соответствии с цветом угрозы все государственные органы, частные предприятия и граждане будут знать, как им вести себя и какие вводятся ограничения. При этом министр государственного управления Якаб напомнил, что работа над составлением программы выхода из кризиса началась еще при предыдущем правительстве. Коронавирусной повестке правительства сегодня был главным пунктом об общественном соглашении по борьбе с коронавирусом или «Белая книга». На самом деле, стратегию выхода из кризиса мы начали разрабатывать еще минувшей осенью. Некоторые министерства успели представить свои программы. Новое правительство продолжило работу с первых дней. Теперь программа выходит на открытое обсуждение и будет представлена в Риге-Когу. В ней предлагаются меры выхода из кризиса и пандемии на близкую дальнюю перспективу. Мы задумываемся и о том, когда и как можно будет открывать общество. Якаб также призвал всех желающих прикнуть к обсуждению программы и представить свои предложения до следующей пятницы. 22 апреля правительство планирует ее утвердить. На следующей неделе правительство собирается составить еще один документ, который вызовет не меньший интерес, а именно программа ослабления ограничительных мер. В ней будут предусмотрены меры и ограничения, которые Кабинет министров предполагает оставить или отменить для торговли, обслуживания деятельности по интересам образования, публичных собраний при разных уровнях рисков и распространения вируса. Как заявил министр Танель Кик, также изменения будут внесены в программу вакцинации, причем в сторону большего охвата населения. Несмотря на сложности с поставками вакцины, государство рассчитывает к концу месяца привить не менее 70% жителей страны в возрасте 70+. Далее фокус попадет в следующая возрастная категория. От 60 до 70 лет и, наконец, к концу второго квартала все желающие могли бы получить хотя бы одну дозу вакцины к концу лета обе. Михаил Владиславов, Роман Васильев, Мартейнло. Новости Таллина.